Всем привет! В этом видео поговорим о том, что немецкий бизнес на фоне кризиса в Германии готов к переносу производств в другие страны. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек анонсировал остановку целых отраслей промышленности страны ближайшей зимой. К настоящему времени в половину сократили объемы производства химическая промышленность и металлургии. Судя по всему, именно эти отрасли первыми попадут под нож. Химическая промышленность была третьей в Германии с оборотом по 200 миллиардов евро. Отрасль металлургии была крупнейшим потребителем немецкой электроэнергии. В условиях острого дефицита энергоресурсов и выросших цен на газ-электроэнергию правительству Германии выгоднее полностью остановить производство на металлургических и химических предприятиях, чем до бесконечности продолжать их субсидировать, тратя десятки миллиардов евро на искусственное поддержание штанов. По данным агентства Reuters, с марта по июль 2022 года страны Евросоюза и США увеличили импорт российского алюминия и никеля на 70%. Предприятия автомобильной промышленности и машиностроения больше не заинтересованы в покупке стали у европейских поставщиков ввиду дороговизны их продукции. Печальные перспективы европейской промышленности разделяют инвесторы, которые с начала российской спецоперации уже вывели с европейского фондового рынка 83 миллиарда долларов за счет продажи акций европейских промышленных предприятий. Такие данные приводят аналитики Deutsche Bank. На протяжении нескольких десятилетий европейская промышленность базировалась на получении российских энергоресурсов. После прекращения поставок российского газа, нефти и угля в перспективы европейской промышленности никто не верит. Федеральная ассоциация промышленности ФРГ, в которую входят 593 компании, провела соцопрос для получения информации о перспективах работы на немецком рынке. Выяснилось, что свыше третье предприятие планирует прекратить бизнес. Четверть немецких компаний заявило, что уже занимается выводом производств из Германии в другие страны. Указанная тенденция, обусловленная рекордным сокращением заказов у немецкой промышленности, в июле объем полученных заказов сократился в шестой месяц подряд на 4,5%. Неудивительно, что немецкие власти не поддержали идею ценовых ограничений на российский газ. Газ пока остается единственным топливом, в отношении которого Евросоюз не водил ограничений. Если поставки в Германию российского газа прекратятся, то надежд на восстановление промышленного производства у немецкого бизнеса просто не останется.